Всем привет! Сегодня мы разберем вопрос о том, как поиграть в игры с консолей Xbox 360 на вашем ПК, используя лучший на этот момент эмулятор под названием Zinia или же Xenia, кому как удобнее. Итак, начнем! Для начала нам нужно скачать сам архив с эмулятором, а также специальный патчер. Зачем он нужен, скажу позже. Ссылки на них будут в описании. После скачивания распаковываем архивы и переносим сразу патчер в папку с эмулятором, а также создадим папку, в которой будем хранить игры. Далее нам нужно запустить один раз сам эмулятор, чтобы появился файл конфиг, через который мы сможем настроить и оптимизировать параметры для лучшей работы эмулятора. Открываем его через блокнот и для начала выставим страну и язык. Для этого через поиск ищем User Country и смотрим какая цифра соответствует вашему региону. В моем случае цифра 102. Следующий пункт это User Language. Это уже выбор самого языка. Также смотрим какая цифра соответствует вашему языку. Далее сделаем, чтобы в сохранении игр были папки с эмулятором. Для этого ищем Content Root и между скобок пишем Saves. Здесь же видим пункт Mount Cache и меняем значение False на True. Благодаря этому кэш игр будет писаться в папку эмулятора, что уменьшит количество фризов, а также увеличит FPS в играх. Теперь переходим к выбору разрешения. Для этого ищем строку Internal Display Resolution и видим список доступных разрешений. По умолчанию стоит цифра 8. Это стандартное разрешение в 720p, как в оригинальной консоли. Если у вас ПК позволяет, то можете увеличить это значение. А также наоборот, если хотите увеличить производительность, то уменьшаете. Я менять не буду. Далее нужно выключить вертикальную синхронизацию через эмулятор. Это также увеличит количество кадров. Ищем строку V-Sync и меняем значение на False. Ниже есть V-Sync Interval. Если уменьшить его значение, то можно также добиться повышения количества кадров. И еще есть одна строка для людей, у которых мощный ПК. Это Drone Resolution Scale. Здесь при выставлении значений от 1 до 3 можно умножить разрешение. То есть сейчас у нас стоит HD, и если прописать цифру 2, то значение удвоится. Писать можно только целые числа. Хотя и мы выключили вертикальную синхронизацию через конфиг, но ее все равно нужно включить в настройках видеокарты. Например, чтобы ее включить на видеокартах от AMD, нужно на главной странице кликнуть три точки и добавить игру. Потом добавляем EXE файл нашего эмулятора, а уже в панели кликаем по иконке и в пункте ждать вертикального обновления выбираем всегда включено. К сожалению, видеокарты от Nvidia у меня нет. Возьму пример сети. По сути, все то же самое. Переходим в панель управления, выбираем управление параметрами 3D, потом выбираем программные настройки. Там будет пункт добавить. Выбираем наш эмулятор и ищите строку вертикальный синхро импульс и выбираете включить. Также для некоторых игр понадобится запуск эмулятора с API Vulkan, так как по дефолту он работает на DirectX 12. Для этого нужно просто создать ярлык нашего эмулятора, нажимаем на него правой кнопкой мыши и переходим в свойства. Во укладке ярлык в строке объект просто поставьте пробел и допишите 2-GPU равно Vulkan. Сохраняем. И теперь через него будет запуск через Vulkan, хотя мне лично это не понадобилось ни разу. Теперь расскажу, что находится в папке Patcher. Здесь, как вы поняли, собрано достаточно большое количество патчей для разных игр, список которых постоянно пополняется. Открыв любой патч через блокнот, можно увидеть строки, где прописано, что делает тот или иной патч. Просто воспользуйтесь переводчиком. Так вот их можно использовать как для оптимизации игры, так и улучшить качество картинки. Например, разложить FPS или убрать блюр. Для активации нужно всего под нужным нам патчем занять слово False на True. И если игра подхватила этот патч, то сверху будет надпись Patches Apply. И перед запуском эмулятора нужно нажать правой кнопкой мыши на него, выбрать свойства, перейти в совместимость и поставить галочку на отключение оптимизации во весь экран. И еще запуск приложения до имени администратора. В самом эмуляторе можно еще зайти во вкладку Display и Post Processing Setting. И здесь есть ползунки регулировки резкости в играх. Также влияет на производительность. Теперь к вопросу, какие форматы игр поддержит эмулятор. И здесь можно сказать, что все. Я, например, запускал игры в образах ИСа, а также игры в формате HEX. И важно еще понимать, чем играть. Можно использовать клавиатуру и мышь, но раскладка здесь неудобная. Но для комфорта игры лучше всего геймпад. Я лично использую свой DualShock 4. Как его подключать, я рассказал в одном из своих видео. Ссылка будет в описании или в подсказке. А мы уже переходим на конец с тестом игр. Будем испытывать в большинстве именно эксклюзивы консоли. Характеристики моего ПК, на котором будем проводить тесты, видите на экране. Более подробно в моем ПК также можете посмотреть в моем видео. Чтобы запустить игру, нужно кликнуть на файл, потом Open и выбрать наш образ игры. И начнем мы с Fable 2. И на моем ПК с теми настройками, что мы произвели, можно получить в среднем 60 кадров. Бывает, конечно, немного просадки, возможно даже фризы. Но на сам игровой процесс это никак не влияет. Здесь я уверенно могу сказать, что можно играть без проблем. Сука, курица остыла! Далее запустим первый крэкдаун. И здесь уже нет 60 кадров, зато есть консольная 30-ка. Также с мелкими фризами и проседами. Но опять-таки, если использовать патчер, результат можно улучшить. Тем не менее, даже с таким результатом, каких-то проблем с игрой я не ощутил. Следующим решил проверить динамичный файтинг Taken 6. Я думаю, результат вы увидите сами. Практически стабильный, 60 фпс. Фризов нет. Все работает плавно. Можно подключать второй геймпад и играть с другом. Я, в принципе, так и делал. Теперь тест посложнее. А именно Gears of War 3. Это серьезное испытание. Результатом которого в среднем есть 50 кадров. Бывает, конечно, немного падения, а также подъем фпс. Можно заметить фризы. Но все равно, я играл и мне это не мешало. И думаю, вам мешать не будет. И последней игрой будет, наверное, всеми желанной Red Dead Redemption. И результатом я также остался доволен. Конечно, в городе кадры держатся в районе 30-ки. Но если ехать по полям, то здесь уже все 60 кадров. Даже с такими перепадами фреймрейта я играл без проблем. Забыл еще сказать, что в городе также проскакивали фризы. Но все равно полностью играбельно. Важный еще момент. Про онлайн через эмулятор можете просто забыть. Этой функции просто нет. Так как, по сути, вы играете в пиратские игры. И, наверное, еще минус, что для действительно комфортной игры нужен достаточно мощный ПК. Да, спектр настроек большой. И графику можно убить в кашу. Но не на всех сборках и ноутбуках это поможет. С самим эмулятором я остался очень доволен. Работает он стабильно. Постоянно обновляется. Рекомендую качать только свежие версии эмулятора, а также патчера. Настройка занимает всего пару минут, и вы можете без проблем играть в эксклюзиве Xbox 360. А мы будем заканчивать. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось или было полезно, то не поленись тыкнуть лайк, а также подписаться на канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok